мне вы напоминаете знаете кого вот украина вот они тоже приехали в Великобританию и разбили семьи ну да представляешь да я слышала я слышала я эту историю знаю эту историю знаю мы не ездили в США разбивать семьи они приехали к нам в Америку поженились в России вы их разбили в Краснодаре ну я не разбивала я вообще не вышла замуж за американца который трубу вел мой муж американец работал в кока-коле как и я и он был разведен уже довольно таки давно в каком поле он работал в каком поле ты что редиску собирала что ли в каком поле в кока-коле ты уши-то прям вытащи там полы из ушей бабичу ну что ты блин это тормозишь ты наверное тебе пьешь свое это лекарство от гриппа тебя на уши наверное там ударило перепонки на рассели я тебе говорю тебе надо собираться и сваливать оттуда пока пока дочь счастлива иначе как это Татьяна пишет болтала бы поменьше Татьяна тебя забыли факт спросить сколько мне болтать и сколько не болтать тебе видно не хватает никогда словарного запаса болтать столько сколько я я могу болтать вообще 247 без перерыва и все по делу Юлька а давайте я моржу подарю давай обсудим о морж еще один кошмарный конченый конченый русофобище наглая морда депортировать хорошо ладно запекаешь запекаешь депортировать в Израиль не выпускать его вообще в мир посадить его в клетку в Израиле он там должен сидеть этот муж и ты его дядя Миша дядя Миша дядя Миша лежит ему яйца полизал бабич мне противно это смотреть как тебе не стыдно этому уроду дядя Миша дядя Миша это моржина ты подлая косоглазая тупая блять ЛГБТшная моржина вот это кто это это русофоб я говорю в клетку свастику на лоб нарисовать от натуральной русофобная нацистская тварь вместе с твоим паше этим актером по жизни это твои лучшие друзья и тебе не стыдно еще я с Америки у нас тут у нас тут все что круто Америка валится в пропасть дороги разваливаются нелегалы везде валяются бездомные кругом стоят в этих палатках кидаются на людей требуют деньги стоят с надписями помогите помогите запустили кучу непонятно кого вообще в страну всем дают бабло деньги печатают все валится пенсии пенсионеры работают им денег ни на что не хватает в школах ЛГБТ трансгендеры и ты сидишь рассказываешь как у нас в Америке все хорошо сейчас даже Трампа и то если поставят Трампа он устроит войну с Ираном это Израиль уже все покорил Израиль покорил Америку все это полностью американская колония это израильская колония здесь Юлька еще канал свой ведешь или уже все закинул это ну я каждый день почти что-нибудь выставляю но такие легкие новости в основном прикалываются над американцами пиндосы с памперсами пиндосов когда наш летчик подрезал этот американский самолет над Аляской ты наверное видел ты кстати Бабичев я поняла что ты все новости черпаешь только с русскоязычного телеграмма ты никогда не заходишь ни на любые американские источники у тебя нет никакой достоверной первоисточной информации ты не следишь в твиттере за Илоном Маском ты не следишь в твиттере за Трампом ты не смотришь дебаты на английском языке ты все только черпаешь все новости твои это есть и только уже переработанные российских источниках сам ты про сша ничего не знаешь что творится о стране ты не знаешь ты медомериканец ты вообще никогда не был американцем ты ничего про Америку не знаешь не понимаешь ты английский не знаешь вот позор американского ты thực тебе надо сдать паспорт и ехать в Таджикистан вот это все что ты 사진 Ну, что ты способен? Слушай, тебя любят. Собирайся, езжай. Краснодарский край. Конечно. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Конечно же, квартира моя достраивается. Соберись, бери мужа. И давайте... Не, мужа оставь, ладно, он американец. И вали со мной. Меня сейчас сын в Краснодаре. Очень доволен. Вчера показывал, он купил булочку, такую свежеспеченную булочку, а там в середине мак. И он говорит, мама, это такая сказка, такой еды нет в Америке никогда. Я говорю, сыночек, наслаждайся едой. Потому что если тебе придется приехать, навестить уже племянника, когда дочка родит, ты, говорю, просто тут только будет мексиканская жрачка и техасская жрачка. Ты видишь сейчас, ты видишь, подожди, ты видишь сейчас чат? Не вижу. Я с тобой разговариваю, что у меня чат вычитают. Не-не-не, смотри, очки сними, увидишь. Краснодарский край не житель. Да вас забыли спросить. Краснодарский край не житель. У меня вся семья в Краснодарском крае. Все подружки меня ждут. Все мои родственники меня ждут. Мой папа меня ждет. Моя сестра меня ждет. Мой брат меня ждет. Что? Мулька, подожди. Давай вот спросим просто у людей. Даже Бабичев, ты думаешь, у тебя там люди? Нет, ты не цыкай. У тебя там сидят твои любовницы, которые тебе лижут жопу. И остальные там сидят евреи. Это твои подписчики. Это вот эти твои хомяки, которых ты любишь. Это вот они не любят Федора, они не любят Царевича, они не любят Культ Просвет. Кто тебя еще там навтыкал недавно? Этот парень с Иркутска. О, это было брало. Он тебе так хорошо этот Иркутчанин навтыкал. Просто вообще брависсимо. Ты не можешь с русскими блогерами говорить. Тебя вообще не тянешь. Все твои вот эти вот тетки, которые бегают за мной, пишут мне гадости, это твои вот эти... Стоп, стоп. Стоп. Звучительницы Бабичева. Остановись, звук отключу. То есть ты сейчас весь свой этот перформанс, который ты посвящаешь, ты посвящаешь его моим любовницам. Вон, за Юлю. Ребята, кто за Юлю, спасибо. Молодцы, я вас тоже люблю. Подожди, слушай меня сюда. Что? То есть весь твой перформанс сейчас на моем канале ты посвящаешь евреям и моим любовницам. Я тебя правильно понял? Я с тобой разговариваю, Бабичев. Это ты сидишь в чат. Меня заставил в чат посмотреть. Я вообще, я сижу, смотрю, вот я и ты, я и ты. А ты только косишь туда, туда. Понимаешь, у тебя low self-esteem. У тебя низкое чувство собственного достоинства. Поэтому ты все время смотришь, что люди скажут, что там чат напишут. Тебе надо обязательно оценку получить, вот это вот одобрение получить. Стоп, 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 стоп. Так, ребята, кто хочет, чтобы вот эта вот женщина, Юля, поехала в Краснодарский край. Пожалуйста, вот так вот лайки поставьте. Можете по 10 лайков ставить. Зачем ты мне даешь своих евреев? Евреи скажут, не надо ехать. Какая тебе разница? Бабичевка, ну что ты вот несешь? Сейчас я тебя переключу. Я тебя сейчас переключу. Мне все равно, что люди пишут в чате. Понимаешь, у меня своя собственная самооценка, свою собственную цель, свой собственный... Мне все равно, что другие пишут. Это ты. Ты весь, ты ходишь к каждому блогеру, в комментариях пишешь. Ты ходишь к каждому блогеру, в комментариях... Тебе интересно посмотреть, что же там подписота у Царевича сказала, подписота у этого сказала, там, у Федора или у кого-то, что тебя пускают, а ты бегаешь, бегаешь в чате, и там, и твои прибегают. Свора, одни и те же, там, Вера какая-то еще, они прибегают, и... Ты там такая всякая, вы все такие-сякие, Бабичев там классный, мы его любим, ты-ты-ты-ты... Вот, буквально у тебя там один или две таких вот пробабичевские хомяки. Остановись, не тарахтись. Скажи мне, пожалуйста, сколько у тебя сейчас подписчиков? 70 тысяч почти, что? 70 тысяч. Скажи мне, пожалуйста, как они у тебя так быстро набрались? У тебя было 4. Это откуда я знаю? Люди при... У меня шорты. Я выставляю шорты. Вместе со мной. Ты спросил, я отвечаю. Что ты хочешь? Нет, ты быстро, ты, я еще вопрос... Тебя не успевают мозги, да, переключаться? Слово. На тебя никакие мозги не... Ты ешь орехи, они IQ, повышают IQ, орехи. Бедный твой муж, а зять вообще... Он богатый, он богатый, не надо, он богатый, у него раньше. Муж на хрен с ним, он сам понимает, что лоханулся, но зять при чем? И так 25 лет. А бедный муж 25 лет. А зять при чем? Мы что, мы что живем с зятем? У зятя же дочка отдельное жилье, у них свой отдельный дом. Слушай, большинство хочет, чтобы ты ехала в Краснодар. Давай, собирайся. Я серьезно, я... Ребята, ребята, поверьте, что не все в Америке такие, как Бабичев. Очень много русскоязычных, особенно граждан России, которые пророссийские, здесь проводят, российскую политику. Мы ходим в футболках Путина, мы ходим с российским флагом. Такую на российскую политику, правда, что ты несешь? Я хожу навстречу республиканцев, они начинают узнать на Путина, я выхожу, рассказываю правду. Недавно ходила, было в собрание, они устроили, значит, обсуждение голодомора. Голодомор в Украине. Я распечатала статистику, что в Америке был тоже голодомор. Замырили голодом миллионы американцев в 29-м году. Был неурожай, была депрессия, вот эта глобальная большая депрессия в Америке. Они там все повымирали, эти американцы. Они ходили там дать им миску супа. В это же время был голод на Украине, никакого голодомора не было. Я им это объяснила, они вот такие глаза открыли на меня, говорят, мы такого никогда не слышали. А ты в очках объясняла? Нет, конечно. Они же американцы, они же не евреи. Бабичев, нам здесь в Америке можно проводить прекрасно в пророссийскую политику, объяснять людям, почему происходит война, что это было все. И знаешь, уже очень много, вот я смотрю в соцсетях, поменяли мнение. Самое смешное, что тебе некоторые поверили. А почему не поверить, я говорю правду. Я тебе говорю, я распечатала статистику, заходишь в статистику, американскую статистику, значит, это депрессии, посмотри, сколько было умерших. И статьи найти. как она называется? Great Depression. Только скажи мне на английском. Great Depression. Когда? 29-й, там по 33-й, что-то в таком духе. Что? В каком таком духе? Ну, с 29-го года, по там 33-й, 36-й была Great Depression. Евреи устроили, евреи же устроили. Это ж вы, суки, устроили эту Great Depression. вы хотели, чтобы эти все белые американцы вымерли. Вот, вы завели этот Федеральный Резервный Банк. Все эти Шифы, Саксы, Ротшильды. Ты знаешь, ты знаешь, подожди, подожди, ты знаешь, что тебя вот после твоих слов можно привлечь за антисемитизм? Да, пожалуйста, привлекайте, привлеките меня за антисемитизм. Послушай, у тебя вообще мозговая деятельность с языком как-то Слушай, бабичи, это ты трус, это ты трус, а мы, ты же говоришь в Америке свобода слова? А если в Америке свобода слова, что ж ты тогда сам себе противоречишь? А где ж демократия? А ты что, семит? А что, евреи это семиты? Нет, это палестинцы семиты, а я не против палестинцев. А вы не семиты, вы сброд. Царевич сказал, вы сброд, вы сброд. А что у вас евреи, один еврей у вас? Нет, у вас один еврей негр, с Эфиопией у вас негры евреи. Ты вообще узбек, тоже еврей. Палестинцы являются, может быть евреи и палестинцы? они семиты, арабы. А арабы не семиты? А евреи это те, которые верят в Талмуд, а они не верят в Талмуд, они мусульмане или христиане. У вас же нету народа, евреи это ж не народ, вы же сброд, который верит в Талмуд. Вы верите, что вы Бога избраны, а ваш Бог сатана, у вас заветы обмани, надури, дай деньги под проценты, ну своим не давай под проценты. Ты веришь в это, да, Бабичев, ты в это веришь? Стоп, скажи мне, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, ты топишь сейчас, пятки себя в грудь, бьешь за Россию. Скажи, в России, когда берешь ипотеку, тебе дают под проценты? А в Советском Союзе не давали под проценты? Я тебе вопрос задал. Конечно, евреи же уже, евреи в банке захватили, кто у нас на Березовске, Абрамовичи, Греа, кто? Подожди, Юлька, Юлька, ну что Юлька? Вы же, вы же весь мир, вы же весь мир уже на голову сели, на всему миру. Вот эта страна, маленькая страна, руками Америки, военной силой Америки, вы весь мир своими долларами, своими процентами засадили в кабалу. Юлька, ну что неправда, объясни мне, что ни в чем я неправда. Я континент знаю, где нет евреев. Где? Какой континент? В Антарктиде? А я знаю место, где нет ни одного еврея. Ежай и крути. Ни одного еврея нет на фронте на Украине. Но они тут все в чатах жопу рвут, какие они патриоты Украины. Но ни одного еврея ты не найдешь в траншеях. Не кричи, недавно сын Равина Днепропетровска погиб. Езжай на Антарктиру. Какой еврей из Невропетровска? Поставьте ему памятник какой-то еврей. Наверное, по папе, наверное, русский. А по маме мы не считаем. У нас, извините, считается по отцу. И ты никакой не еврей. Ты таджик. У тебя отец таджик? Попробуй услышать то, что я сказал. Да ты что не говоришь, ты же ничего релевантного не можешь сказать. Рот закрой, уши открой. Ну давай, даю тебе шанс. Скажи что-нибудь умное. Давай. Скажи. Сын Равина Днепропетровска. Сдох, подох в этих, в айкопах? И говори так, подох. А что он сделал? Я просто хочу, почему скажу. Рот закрой. Да я не верю тебе. Да ну я на рассказе сказки. Равин, это мужчина. Да, да, да. Сын Равина Днепропетровска. Наверное, нацик, в Азове, наверное, служил. Наверное, нацик, вот это вот, промытыми мозгами. Вот это, вот это оно, да? Короче, ты начинаешь, ты начинаешь надоедать со своим антисемитизмом. Все, Юлька. Ну так бабичи, я с позиции свою выставила, многие пишут, что в чем она не права. Юлька сила. Ну вот видишь, ты понимаешь, что сейчас у вас начнутся погромы. У вас начнутся погромы, вас начнут всех там гнобить. Евреев начнут во всем мире санными трапками гнать. Как это было всегда. То есть вы доводите мир до кондиции, что уже все вас ненавидят, все понимают, кто стоит за этими Зеленскими, кто стоит за этими Грефами. Понимаете? Вы доводите весь мир. Ваша вот эта мерзкая маленькая страна, которая просто как опухоль на теле планеты распространила свои долларовые щупальцы. Ты вообще дурная. Я тебе звук сейчас выкину. Я тебе говорю, не разводи мне здесь антисемитизм. Ты вот, тебе правда не нравится. вообще-то как понесло, знаешь, понесло кобылу в щаве. Скажи, а дай мне, не разводи на этом канале антисемитизм. Да потому что ты боишься. Ты трус. Ты трус. Ты боишься правды. Успокойся. Вздохни. Хочешь водички попить? Попей водички. Я попью. Давай, расскажи, о чем ты еще хочешь поговорить? Покажи, что ты пьешь. Я пью минералку. Вот, кстати, французская. Ты что-то принимаешь, чтобы успокаивать? Французская минеральная вода. Кстати, классный период. Ну хорошо. Сделай глубокий глоток. Не сделаю. Глубокий глоток. Не сделаю. Вот раз ты попросил, не сделаю специально. Я не слышу тебя. Пока ты не сделаешь глоток воды, я тебя не буду слышать. Так, ну давай, рассказывай. Что ты хочешь мне еще сказать? Да она права на все сто. Но я права. Потому что люди знают, что я говорю правду. Это говорят сейчас все консервативные американцы. Все про... Ребята, американцы нормальные, они за Россию. Они обожают Путина. Они везде с флагами Путина. Они поддерживают политику Путина. Они просто балдеют, что запрещена пропаганда ЛГБТ в России. Люди видят Путина, они вот так вот стоя аплодируют. Это только вот эти все... Еврейская комьюнити не любят Путина. И украинцы. Почему ты не поедешь к Путину? Я политику России здесь прекрасно провожу среди местных американцев. Почему ты не надо? Кто тебя сюда заслал проводить политику? Я сама себя заслала. Жизнь короткая. Езжай наслаждайся краснодарских радов. Бабичи, моя квартира будет достроена, я поеду туда. Сейчас у меня дочка родит, я поеду туда. У меня там сын. У меня дочка тут. Я? У меня два гражданства. Успокойся. Дочка родит. Завидуй молча. Завидуй молча. Это ты будешь сидеть в этой Америке, которая разлагается на глазах, будешь своих детей потом пол менять с мальчиков на девочек. Будешь потом бегать, плакать. Как у тебя дети дошли до такого состояния? Потому что в школу они вас не промоют. А школа не промоют, университет промоют. А потом не возмущайся, когда у тебя придет ребенок 20 лет и скажет, я теперь девочка, а не мальчик. Ладно, даю тебе что-нибудь сказать умное. Давай, скажи что-нибудь. Не, все. Давай, знаешь, как я тебе скажу? Я тебе скажу до свидания. Я уже все устали. Честно, я устал. Я тоже устала. Я тебе все сказала. Почему я тебя искал? Я не знаю. Все, давай. Хочешь, захочешь, слушай сюда. Захочешь, приедешь, позвонишь Юре, скажешь, я тебя встречу сам в Муархе. Бабича, у меня нету никакого аттракшена к евреям. Зачем мне? А еще к таджикам. Ты вообще таджик, ты же не еврей. Ты даже не еврей. Юра, Юра, она тебе нужна? Примазался. Примазался вообще к евреям. Ты вообще не еврей. Слушай, ты вообще, ты какой-то полукровка. У тебя смесь бульдуга с на стороне. Я тебя, подожди, тебя евреи, действительно, да, там даже не один тебя обманул. Слушай, Бабича, когда погромы начнутся, ты пойми, что вас ненавидит весь мир. Ты должен это понять. Кого ненавидит? Вас ненавидит весь мир. И мусульмане, и православные. Этот Израиль, что он вытворяет, у вас будут погромы скоро. нельзя объяснить никакой низм, изм, изм. Ты начинаешь... Короче, не говори правду, Юля. Ну, повторяем, уже повторяемся, мы уже повторяемся, мы уже все друг друга поняли. Давай быстренько, пожелала всем, пожелала всем добра. Ребята, меня президенты, Юля президенты, ну, только американские, тут уже, знаете, кончено, тут уже страны скоро не будет, бесполезно тут президенты менять, они тут уже, Израиль, с ног до головы, полностью по всей вертикали, уже сидят одни евреи, поэтому бесполезно менять. Ты можешь закрыться и сказать всем до свидания. Ну, я же читаю, смотрю, что пишут у меня президенты. Не надо читать, просто скажи всем до свидания. Ребята, все, кто поддерживает настоящих, пророссийских, кубанских, казачек, которые несут в Америке правду, я у меня военная, нет, война информационная, я во всех соцсетях Уэлла Маска, Уэлла Маска, которую все читают, пишу каждый день, наш Путин красавчик, Россия вперед, мне пишут лайки, мне подписываются, я ставлю настоящие новости, украинцы несут в Твиттере вранье, я опровергаю, в общем, я по полной программе несу на английском языке. Тебя уже замуж хотят, хочешь? Да мне все хотят замуж, так что теперь, я же не могу всем принадлежать. Ты хочешь выйти замуж? Да я не хочу выйти замуж, я уже замуж, что тебе надо? Ну, если я разведусь когда-нибудь, мало ли, муж вдруг там что-то с ним станет, мы же такой там, не знаешь, когда что случится завтра. Ну ты, зараза, с мужем что-то станет, слушай, с тобой опасно быть другим другом. Ну мы с Юрой уже договорились, если он будет свободный, я буду свободной, мало ли что, как там Бог призовет, понимаешь, то мы с Юрой, если только Юра не еврей, если Юра ревей, еврей, Юра, я тебя, конечно, обожаю, но еврей это не моя, не моя эта самая инстанция. А что тебе не нравится в евреях? Да ничего мне у вас не нравится, ваше нутро, богоизбранное, не нравится, понимаешь, вы просто нахлы. Ты со мной уже час сидишь, тарахтишь, настолько я тебе не нравлюсь, ты вообще в мозги ехать у тебя нормально. Я тебе хотела все... Если бы тебе я не нравился, если бы тебе евреи не нравились, ты бы меня просто переключила. Да нет, Бабичев, ты меня вызываешь на каждом стриме, я думаю, наконец я выбрала время, наконец. Выйду и скажу все, что я думаю. Это ты за мной гонялся, я видела, ты меня искал, я смотрела, вот у меня на айпаде, в экране, ты меня искал. Потом ты сказал, я буду ее искать. Ты говоришь, под каким ты флагом сидишь? Я говорю, я под США сижу. Сейчас подойди к мужу и к зятю. Зять со мной не живет, они взрослые люди, они не живут со мной под одним крылом. В смысле? Муж с тобой не живет? Зять, я тебе скажу, слушай, ты вытащи тампон из ушей, у тебя точно медикаменты подействовали на тебя. Муж с тобой живет? Муж живет со мной, что мне подойти к мужу, сказать что? Хорошо, подойди к мужу. На еврейском языке, на таджикском. Харри, скажи, вот так подойдешь, скажи, Харри, скажи, ты задолжал 100 долларов, за час тишины. Пусть он мне на донейшн-галерс пришлет 100 долларов. А ты бесплатно ничего не делаешь. Ребята, видите, вот еврей, вот типичный еврей. Оно даже, сейчас бабки на мне заработает, выложит этот ролик, заработает бабло. Я на твою мужу хочу заработать. Я ему купил час тишины. Вот пришли мне 100 долларов, тогда сам. Он, это, Дмитрию Винни-Пуху по одному доллару отправляет каждый раз. Это на все, что ему хватает. Один доллар бедному этому Винни-Пуху, который на него тратит столько времени, да, и он этому Винни-Пуху, я говорю тебе сейчас куплю твое время, Дмитрий, я сейчас тебе денег, и присылает ему один доллар. Ну вообще не стыдно. Он же вообще не слабый, чем такое позорище. Я понимаю, что ты нищий бабичев, что ты нищий, у тебя денег нет. Я понимаю, что ты и не продал дом за миллион долларов, ты не заработал, у тебя карьеры нет, образование ты не получил, ты не в состоянии успеха добиться ни в России, ни в Америке, потому что ты вот просто недостаточно умственной способности у тебя развита. Ты не дал бог, английский ты не выучил, работаешь таксистом там каким-то. Юлька, Юлька, подходишь к мужу, говоришь, говоришь, иди жене, это, там, не знаю, время удели. Сходи, сходи к своей жене. Слушай, ты вообще, у тебя семейная жизнь вообще есть? Как зовут? Как зовут? Каждый день, каждый день ты сидишь в чат рулетки. Ты у тебя семья вообще, слушай, у тебя жена вообще есть? Мужа как зовут? Сейчас я тебе рассказала, как мужа. Ты сейчас побежишь меня выискивать. Уже кому-то там нашел телефон мой, мой дал уже мне твои эти, слышите, названивали по телефону, нахера ты мой телефон дал? Подожди, как его? Алехандро зовут? Ага, Майоркас. Слышишь, нафига ты мой номер дал своим этим евреям? Нафига? У меня не было никогда твоего номера. Был, когда я тебе в страйк кинула, у меня тоже твой номер есть, мне тоже выдали твой номер, на который тебе канал зарегистрировал, не твой адрес. Так нахера ты мой номер дал своим этим собакам цепным еврейским? Что они мне начали звонить? Послушай меня сюда. Я-то твой номер не дала? Сейчас, сейчас, сейчас я даже не сто, я сейчас кладу тысячу долларов, где я тебе покажу то письмо, которое пришло с ютуба, и что там нету твоего номера телефона. Ты мне подойдешь к мужу, тогда скажешь, что он мне должен тысячу сто долларов тебе. Если ты проигрываешь, ты присылаешь мне тысячу сто долларов. А почему же мне тогда дали твой номер в телефон? Ты меня поняла? Ты меня поняла? Да ты забыл уже, что там мой номер тоже был. Ты просто забыл. Ты поняла или нет? Ты согласна на это? Нет, не согласна. Я точно не помню, но я думаю, что это мой номер был у тебя. Зачем ты тогда меня голосовал? Потому что мне дали твои данные, значит и тебе дали мои данные. Это работает автоматически. Юлька, мне не дали. А зачем ты имя моего мужа пытаешься выпросить? Зачем? Ты хочешь натравить свору своих евреев на меня, хочешь натравить? Ты хочешь свору своих евреев на меня натравить? Слушай, бабичи, ты мне надоел уже. Вот реально, я пойду лучше к мужу, борщикам. Иди к жене, внимание удели. Все, пока. Слушайте, это какой-то ужас. Это нужно... Че? Сейчас пойдет жаловаться на меня. Сейчас скажем, что он сказал. Я тебя терпеть не могу больше. Сколько можно? Ага, слушайте, он жалуется, жалуется. Я говорю, тебя не могу терпеть больше. Сейчас будут меня обсуждать. Сейчас будут меня обсуждать. Бабичи, это работает две стороны. Я тоже могу тебя обсуждать. Я россиянка у вас. Вот россияне, я вас поздравляю с приобретением. Классно. Чат пишет, женщина ураган, Юля умничка. По-моему, это была самая большая ее аудитория в жизни. Я дал ей возможность это высказать. Юра, лови. Пишут, классно, классно. Я ее встречать не буду, Юра. Хочешь сам езжать встречать ее. Четыридысячи человек смысл. Бабича сидит, трынгит, значит, после окончания. Он любит потом обсудить после разговора. Я его поставил как цирк. Никто не писал там. Верните Юлю. Верните Юлю. У всех драмы, с три с половиной тысячи человек здесь. Четыре тысячи человек здесь. Просто что-то. Вот вам, пожалуйста. Вот вам. Искал, пишут, искал, получи. Напихала полный, полную панамку, напихала. Подняла настроение. Муж говорит, бедная. А кто-то пишет, муж не бедный, он богатый. Народ рожал. Но антисемитка, зараза. Антисемитка. Пишет ему, Александр, ты зазвездился. Ты же сам искал, получи. Да, я ее искал. Ты же сам искал, получи. А что, был прикол, скажешь, вот так закончить стрим, или пройдемся, еще чуть-чуть прогуляемся, как хотите. Я уже проснулся из-за нее, зараза. Проснулся. Бабачевый, Бабачевый уже засыпал. Да, конечно. Баба, гуня. Доброе. Юльку, президент США. Я себя пожалею. Пишет еще. Вот эти, как-нибудь. Пишут мои. Пишут, что это мои, значит, поддерживаю. Рупа поддержки подтянулась. Ролик с ней не нужен. А роль хотите с ней? Не знаю, не знаю. Надо выставлять ролик первый, а то выставит Бабича, потом меня на меня кинет страйк. Она все взбодрила. Реши, мы заканчиваем, или мы, да, сегодня у нас полно самая... Ну ладно. Ну, Рената, знаете, он давно меня просил. Я была очень занята, на самом деле. То есть, если вы поняли из разовора с Бабичевым, то я уже уехала, я приехала на свадьбу к дочке. То есть, я жила уже в Краснодаре, вот почти. И вышла замуж у меня дочка в апреле. Я приехала на свадьбу к дочке, поделала тут дела, собиралась продать дом в Оклахоме, делала там ремонт, наводила там порядок, показывала уже дом и даже получила оффер на дом. Но потом что-то подумала, что как-то дешево я его продаю, передумала продавать. Ну, пускай постоит, пока может еще сына вырастет. И, в общем, мы с сыном улетели. Мы улетели с сыном, жили там в Краснодаре, сын у меня начал учить русский язык, вот, ездил уже на стрельбе еще там с нашими, с русскими ребятами, стрелял там из автомата Калашникова. Вы видели, я выставляла ролик на канале, как он ходил, вкусная точка, ел, Макдональдс сравнивал. Вот еще там была, была дочка, вышла замуж в апреле. И вот наступил август, и дочка сообщает, что они ждут ребенка. Вот. И уже ей очень плохо, ей там нужно специальную еду, она ничего не может кушать, ничего не может пить. В общем, мама прилетела с ребенком побыть рядом. Я ей варю компотики, знаете, со слива, со сливы, с вишни. Вот она их пить может, больше она ничего не может ни есть, ни пить. У нее вообще не принимают организм, ничего, очень тяжело проходит беременность. Вот так что я тут, как говорится, сын остался там один, представляете. Вот. Ну нравится ему, очень доволен, Россия ему очень нравится, климат в Краснодаре очень нравится, друзей он там уже нашел, девочки там есть, но он еще одну не нашел определенно, но он ходит, телефонная книжка у него уже полная, девчонок. Ему в Краснодаре очень нравится. Он, в принципе, должен прилететь, сейчас будут праздники, вот у нас день благодарения и Рождество, он должен прилететь и провести тут с отцом. с семьей. Отец соскучился очень, отец просит, чтобы он приехал, вот. А отец пенсию продлил, должен был выйти на пенсию в августе, а такая инфляция началась, такие пошли цены везде, что он такой, что-то говорит, да, наверное, подожду до февраля, пускай еще лучше зарплату получают, что-то, это не пенсия, это уже смешно просто, на эти деньги тут жить. Вот. А я, пока я тут сижу с дочкой вожусь, мне пригласили в очень большую компанию поработать на определенной должности за бешеные деньги. Результат мне сделали такое предложение, от которого я не смогла отказаться. Поэтому, пока я тут сижу, обхаживаю дочку, я в это же время зарабатываю сейчас очень большие деньги, которые я тут же выплачиваю в свою краснодарскую квартиру, которая у меня в ипотеку. Квартира еще не готова. Вроде бы обещают, что в декабре будет готова. Ну, первая как бы стадия, но ключи раньше февраля или марта не отдадут. То есть, все равно мне как бы до февраля-марта квартиры нет, сыну мы там снимаем квартиру в центре города. Вот. А та квартира еще достраивается. В общем, все сложилось один к одному. Тут у ребенка беременность, тут предложили работу, от которой, ну, невозможно отказаться. Вот. И надо оплачивать квартиру, которая у меня в ипотеку в Краснодаре. Поэтому я решила, ну, пока погоду тут с дочкой, я помогу ей в плане питания. То есть, я ей готовлю только определенную еду, иначе она ничего больше не ест вообще. То есть, очень тяжело проходит токсикоз. Вот. и кроме меня, у нее-то, ну, родственников с маминой стороны никаких нет. То есть, там родственники мужа, но она же не пойдет к маме мужа там, чтобы она ей там варила супики, борщики, там, какие-то компотики. Ну, мама есть мама, то есть, что делать? Вот, буду бабушкой скоро. Вот, так что, да, она не собиралась, они поженились в апреле, она думала, еще подожди, вот, еще она хотела в Австралию с мужем съездить, мы еще пойдем в Австралию, потом они хотели в Турцию, а в августе уже казалось, что она беременна, так что, все эти ее поездки отменились, и мне пришлось прилетать, ее тут спасать, потому что она не кушала ничего, вообще, не могла есть, не есть, не пить. Мама приезжала, мама поехала, так что, не осуждайте, вот, я сердцем в Краснодаре, мне тут ничего не нравится, мне тут все раздражает, мне тут все выбешивает, вот, еще эти выборы придурочные, тут все цепляются за эти выборы, я думаю, ничего не изменится, в стране каранты по-любому, вот, в общем, всех целую, моих подписчиков, те, которые от меня и долго не слышали, ничего, объясняю, почему, у меня очень сейчас занятое время, потому что, и дочке надо очень много помогать, еще тут эта новая работа, вот, еще я езжу все равно туда, в Оклахому, там с дачей пытаюсь решить вопрос с продажей, поэтому, куча всяких дел, которые нужно делать, у меня просто времени не хватает, ну, постараюсь, сейчас, может быть, почаще выходить на канал, вопросы мне многие поприсылали по поводу переезда, по поводу работы, вот, переводчикам я вам расскажу, но уже сделаю другое, другое видео, вот, всем пока, всех целую, до встречи!